Это спрашивали на ютюбе один из моих зрителей про Джерихо, который еще здесь назывался Бэйби-Игл и продавался компанией Magnum Research. Сделал он, конечно, в израильских боевых индустриях IMI Desert Eagle Pistol, Бэйби-Игл. Это, как понимаете, старая версия, под 45-й калибр. Проверяем, что он пустой. Давайте поставим его на затворную задержку. Это у меня фальш-патроны. Для тех, кому интересно, боевые патроны доставать не стал бы, в принципе. Я их не достаю одновременно с реальным оружием. С магазинами может быть, с оружием нет. Просто я сейчас докупил фальш-патронов разнообразных, включая 45-го калибра. Вариант как раз удобный для тренировок, потому что они по весу похожи на боевые. Ну и по ощущениям тоже. Здесь просто пороха и капсула нет. Магазины здесь на 10 патронов. У меня как раз вот эти 10 патронов. Давайте посмотрим, как вот это будет выглядеть просто в самом оружии. Заряжу, наверное, наполовину. Скорее всего. То есть 5 патронов. Видите, с магазинами здесь проблема, судя по всему. Вот здесь надо будет проверять. И, скорее всего, магазин потребуется разбирать. Одна из причин, кстати, об этом я не знал заранее, специально говорю, что магазины нужно проверять и смазывать, чтобы не было таких вот проблем. Видите, как оно встало? И да, я, в принципе, могу это теоретически восстановить и снять эти фальшпатроны. Но это вот всегда надо проверять, будет ли магазин нормально держать погрузку. Скорее всего, проблема, практически наверняка проблема связана с пружиной. Разбирать на видео я ее не буду. Ну, вот это то, что нужно обязательно проверять. То, что я специально хотел показать в отдельном видео. В отдельном, ну, не успел снять, оказалось, что сниму в этом. Ну-ка, сейчас посмотрим. И именно поэтому нужно заряжать хотя бы несколько раз на полную емкость, чтобы проверить. То есть, еще раз напоминаю, это фальшпатроны. Но все равно оружие в любом случае никогда не считается безопасным. И всегда надо направлять в безопасном направлении ствол. То есть, не на то, что вы хотите разрушить. Здесь есть декокер. Это все-таки же клон Чезета. Или клон Танфоглия, я не знаю. То есть, Танфоглия клон Чезета, это клон Танфоглия. То есть, они очень похожи по конструкции. И еще вариация, правда, с предохранителем на рамке. И, кстати, здесь предохранитель работает по-другому. Ведь при нажатии на спусковой крючок просто проскакивает насквозь. А не забивает спусковой крючок на недвижение, как на Чезетах. Мне эта эргономика очень нравится. Такая треугольненькая, вместо параллелепипедная, как у Чезетов. Он очень хорошо сидит у меня в руке. И у него очень приятный УСМ. Вот просто показать вам. Видите, очень короткий ход. И очень легкий. И то же самое касается самовзвода. Очень приятно работает. Магазины к нему, к сожалению, сложно достать. Так что мне, скорее всего, придется что-то другое искать. Что-то более серьезное. Но найду, надеюсь. Они есть. Потому что такие пистолеты до сих пор делаются. Очень приятный спуск. И да, пистолет, то, что называется Double Action Single Action, или SADA. То есть, можно взвести, а можно выстрелить самовзводом. И, соответственно, есть предохранитель, который одновременно является декокером. То есть, на предохранителе его носить невозможно. Но возможно носить в режиме самовзвода. Пистолет, как вы понимаете, по размеру и по весу не для скрытого ношения. Ну, разве что вы, не знаю. Шварценеггер, эта вещь будет большая. Ну, кто бы там был бы. Кто-нибудь, какой-нибудь Гулливер. Вот ему эта вещь могла бы подойти. Просто большой тяжелый пистолет. Он полностью стальной. Здесь пластика... По-моему, вообще практически пластика на нем нет. Магнит у меня был под рукой когда-то. Но сейчас его тоже под рукой нет. Вот он. Так. У меня здесь подготовка к другому видео рядом. И поэтому магнит оказался в той кучке. То есть, вот. Раз. Эх. То есть, все. Вот это все. Стальное. Даже всякие детали. Тут даже спусковой крючок стальной. Видите? Даже кнопка сброса магазина стальная. То есть, реально говоря, здесь не стальное. А, по-моему, только резиновые накладки на рукоятке. Все. Все остальное. Стальное. Ну, в принципе, это и хорошо с одной точки зрения. 45-й калибр. Так будет работать хорошо. Так что, вот. Если бы не магазины, то было бы еще лучше вещь. А за магазинами просто надо ухаживать. Вот эти магазины здесь тоже стальные. Спасибо за внимание. Это было исключительно краткое видео. Микрообзор по Танфоглию. Или нет. Не Танфоглию. Микрообзор по Дезерт Игл. Да, это действительно Дезерт Игл. Все равно. Так на нем написано. Но, реально говоря, это Джерри Хоу. В 45-м калибре. Просто на тот момент его импортировала фирма Magnum Research. Пистолет сделан в Израиле. У меня израильского оружия немного. Но вот это вот один из них. Все. До следующего видео. Вот, если помните, у меня была проблема с зарядкой этого магазина. Видите, как пружина здесь выгнулась? Я не знаю, должно ли такое быть. Потому что вот направляющая для магазина, в которую она должна упираться. И у меня такое ощущение, что как раз из-за этого-то в ней и проблемы. Тут нет достаточного упирания, что позволяет немножко просесть. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Надо будет посмотреть, смазать. И еще раз проверить. Вот разобранный магазин этого пистолета. И фальш-патроны, и сам пистолет. Как говорится, разбирать его легко и просто. Как любой чизот. Самое главное, чтобы риски сошлись. Вот эти вот на конце. Ну и иногда можно себе и помочь. Раз уже разобрал, так разберу полностью. И еще раз почищу и смажу. Потому что он чисто стальной. И как вы понимаете, здесь надо вот это все смазывать. Когда хранится пистолет. Потому что, во-первых, сталь жареет. Во-вторых, она трется. Так что вот. Немного более разобранный пистолет Джерихо. Сейчас буду им заниматься. Ну вот. Заканчиваю чистку пистолета. Пружинки надо смазывать. Я пользуюсь специальными вот такими масляными салфетками. От фирмы ХОП. ХОП-9. Серия. И учитывая, что магазины здесь стальные, их тоже рекомендуется, по крайней мере, мною смазывать. Смазывать их легко. Конечно, когда перчатки одел, усы зачесались. Или кожа под усами. Как говорится, все вовремя бывает. Ну, теперь можно его и собрать. Причем нужно, смотрите, чтобы правильно собирать. Надо проверять, чтобы все правильно шло. То есть здесь очень четко надо, чтобы стала пружинка с направляющим. В принципе, конечно, можно собирать с направляющим прямо на пружине. То есть так тоже вполне возможно сделать. И даже очень, даже легко. Чтобы было понятно, как это выглядит на пружине. И я иногда просто беру и одеваю на это сам магазин. Ну, и, соответственно, после этого всего лишь надо найти, с какой стороны это все держится. И здесь это немного нестандартно. И заодно, вот, понять, с какой стороны эта вещь работает. Самое главное, чтобы пружина легла правильно. Я не соскользнула вот так вот. Здесь с крышкой немножко весело. Может быть, до щелчка. Видите, щелчок здесь не произошел полностью. То есть вот здесь крышка встать-то встала. Но вот эта вот вещь, она не встала до конца. То есть, реально говоря, вот это сейчас неправильно собранный магазин. Почему? Хороший вопрос, не знаю. Надо выяснять. Вот, теперь встал. Вот, до самого конца. Ну и все, в принципе. Все смазано. Всюду смазано. Внутри и снаружи. И теперь этот пистолет можно убирать. Я смазываю до уровня длительного хранения. Это не уровень стрельбы. Для стрельбы вот эту всю смазку надо снимать. И смазывать совсем немного. Это чисто уровень хранения. Как вы, наверное, уже поняли, для полностью металлического оружия. И он должен быть смазан полностью. Потому что стрелять я из него не собираюсь в ближайшее время. Поэтому пусть стоит смазанный. На этом все. На этом тема джериха закончена. До следующего видео. А я сейчас буду пытаться понять, как снять перчатку. Вот, снял. Хорошо. Продолжение следует...